Друзья, меня попросили ответить на вопрос, как я отношусь к кето-диете. Никак не отношусь. Я не пропагандирую диеты вообще, друзья. Я об осознанности. Ну что такое диета? Она ее примерно может так описать. Ну когда уже закончится эта диета, чтобы я могла спокойно есть шоколад? Нет, ну в смысле, я и сейчас его ем, но как-то мне неспокойно. А диета это временно. Диета это до достижения какого-то результата, после чего человек проваливается опять в свое привычное питание. Моя задача объяснить вашему мозгу, почему вам нужно перестроить питание и каким образом. Так, чтобы вы привыкли к этому стилю питания, не относились к нему как к временному. И просто были благодарны себе за то, что вам вкусно, комфортно и вы стройнеете. На кето-диету переходят те люди, которые хотят стройнеть. Я должна сказать, что получается хорошо только потому, что эта диета низкоуглеводная. А я прям пропагандирую низкоуглеводное питание. Потому что современный человек что делает? Он ест в себя завтрак, обед, ужин, перекусы, но совершенно собой не пользуется. Поэтому первое, что мы должны сделать, это проверить, съедаете ли вы суточную норму белка. Потому что белок это строительный материал. Именно белок нужно проверять. Потому что если вы не доедаете суточную норму белка, а набрасываетесь углеводами, а углеводы это энергетический материал, то строить себя не из чего, а жиром вы будете обрастать. Потому что если вы дали себе энергию в углеводах больше, чем вы могли сегодня потратить, потому что в спортивный зал вы не дошли, то из излишка углеводов будет образовываться жир. И получается, мышцы строить не из чего, потеря мышечной массы, а жир строить есть из чего, все заплывает жиром. Поэтому первое, что мы делаем, проверяем суточную норму белка. Съедайте, не съедайте. Один грамм белка на каждый килограмм веса, это легко. Второе, что мы делаем, проверяем, какое количество углеводов вы съедаете. Низкоуглеводное питание, это менее 60 грамм углеводов в течение дня. И точно такое же требование при кето-диете. Точно такое же требование. И за счет этого и мой подход, и кето-диета дает результат. То есть мы приводим в соответствие количество энергии, которое вы потребляете, и количество энергии, которое вы расходуете, потребляете, съедаете и расходуете. Почему я вообще никак, даже не упоминаю о жирах, стараюсь о них не говорить? Потому что я работаю с достаточно, ну извините, но, наверное, все-таки, так скажу, зрелыми, взрослыми людьми. В основном у меня женщины. И это возраст, ну от моего плюс-минус 10 примерно. Это люди с накопленными проблемами по желудочно-кишечному тракту. У кого-то уже нет желчного пузыря, у кого-то он забит камушками, у кого-то 2-3 больше хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта и так далее. Это нездоровые люди, очень часто. И теперь представьте, я разрешу есть количество жиров до 100 грамм и больше. И я получу осложнение. А я не хочу работать с осложнениями. Поэтому мы ограничиваемся теми жирами, которые человек получает вместе с суточной нормой белка. А так получается, что в природе так интересно устроены, например, орешки. Орешки это белковый продукт или жировой. И белок содержит приличное количество, и жир содержит приличное количество. Например, рыба это белковый или жировой продукт. И то, и другое. И белка приличное количество, и жиров приличное количество. То есть мы берем суточную норму, ни больше, ни меньше, с тем количеством белка, которое мы рассчитали. 1 грамм на каждый килограмм веса для женщин, 1,2 грамма на каждый килограмм веса для мужчин. И все. Специально авокадо не едим. Маслами не заливаемся. Столовыми ложками сливочное масло не кушаем. Потому что бережем свой желудочный и кишечный тракт. А что делать, если все равно хочется есть? Мы прибегаем к помощи клетчаточных углеводов. Не крахмалистых, а продуктов, которые содержат большое количество клетчатки. Считайте, это салаты. А что? Вы уже себя накормили, вы дали себе суточную норму белка. Вот и хорошо. То есть ваши клетки уже не орут от голода. Они уже имеют возможность себя перестраивать. Из тех жиров, что пришли с белками, вы строите биологические мембраны. Все хорошо. Все нормально. И если при этом еще хочется кушать, клетчатка полезна для кишечника. Делайте себе какие угодно салаты. И хочется кушать. Сделали ведро салата. Сидите и кушайте ведро салата. И это спасает вас. Вот такой овощной перекус. Любое количество салатов. Спасает вас от чувства голода. И вы прекращаете использовать всякие перекусы, которые раньше... Ну, самое опасное в питании человека, это, конечно, непродуманные перекусы. Когда нужно срочно-срочно... Вот сейчас голодно, надо что-то поесть, и в ход идут разные печеньки, разные хлебцы, разные, не дай бог, сникерсы и так далее и тому подобное. Вот у меня... Я так думаю, когда разговариваю с человеком на тему снижения веса. И это очень важно. Когда, в принципе, нужно использовать кето-диету, ее количество случаев, когда ей нужно пользоваться как лечебной диетой, на самом деле достаточно ограничено. Это некоторые формы детской эпилепсии. И это некоторые формы рака, преодоление эффекта Варбурга. Вот это все. В остальном просто задача выйти на физиологию, друзья. Вот смотрите, если вы научились питаться по физиологии, то вас уже никто и ничто не собьет с пути истинного. Надо научиться питаться по физиологии, получить свой результат и просто быть в этой приятной, системе питания и физической нагрузке, не забывайте, в течение всего остатка жизни, улучшая с каждым годом собственное здоровье и внешний вид. Вот это важно, а не диета. Если хотите, чтобы я была рядышком с вами в тот момент, пока у вас идет сложная перестройка, например, выход из метаболического синдрома, чтобы талия была меньше 80 см для женщин, меньше 96 см для мужчин. Может быть, выход из инсулино-резистентности, например, вы не можете никак вечером закрыть рот, потому что уровень инсулина очень высокий по вечерам. Это всего лишь навсего инсулино-резистентность, и с ней можно работать, но надо, чтобы был какой-то человек рядом, который вас в это время поддержит. Я прям создала систему, которая называется «Старости нет», и я предлагаю вам вместе со мной овладеть 12 привычками успешного в плане тела и здоровья человека. Тогда у вас не останется никаких вопросов. А этот продукт можно? А сколько этого продукта? А в какое время этот продукт? А фрукты когда есть? Не будет никаких этих вопросов. Каждая привычка 21 день. Как я преподаю эту привычку? Вы утречком просыпаетесь и включаете моё видео, 5-минутное. Ну, иногда ладно, иногда 10 минут у меня получалось. Но каждый день, каждый день кап-кап-кап, кап-кап-кап, вам на сознание, вам на сознание. И в конечном итоге за 21 день вы очень много знаете и очень много применяете. И вот привычка уже с вами. А мы переходим к следующей привычке. И вы ещё заполняете трекеры привычек. Каждый ли день вы эту привычку использовали или иногда всё-таки пропускали. То есть это самоконтроль. И есть чат, где я отвечаю на вопросы ежедневно, и мои помощницы отвечают на вопросы ежедневно. Эта система старости нет. Она помогла огромному количеству людей осознать своё питание, осознать мой стиль жизни мне в плюс или в минус. Он приближает старость или удаляет меня от старости? Мой стиль жизни способствует тому, что я могу преодолеть хроническую болезнь или нет? Вот это, ну, это где-то можно назвать любовь к себе. Поэтому полюбите себя, пожалуйста, под этим видео. На всякий случай я положу ссылку на систему старости нет. Можете попробовать одну недельку просто бесплатно. А потом присоединяйтесь и хорошейте.